На днях в актовом зале ЮРГУ состоялся концерт камерной музыки. И сегодня у нас в гостях исполнители. Заслуженный артист России, ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Михаил Гантворк и заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского Ирина Кандинская. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вас встретил зал? Вы знаете, неожиданно было то, что такое количество студентов, педагоги, в общем, почти полный зал, где 800 мест у вас, по-моему. Но это замечательно, что среди дня, в обычный день, не в воскресенье, не в субботу, столько любителей музыки. Это очень приятно. Расскажите, пожалуйста, из чего состояла сегодняшняя концертная программа? Мы сыграли сонату Бетховена, мы сыграли сонату Дю Би Си и потом Чайковский, известный вальс Керца и размышления. А чем обусловлен выбор такой программы? Ну, хотелось разнообразие, поэтому классика. Венский. Венская классика. Бетховен. Бетховен, импрессионист Дубиси и, как мы говорим, наше все, Петр Ильич Чайковский. Тем более, что в этом году, 7 мая, ему 85 лет. А для нас это вообще очень значимая дата, потому что он первый выпускник нашей консерватории. Михаил Ханонович, я знаю, что вы играете на скрипке 1768 года. Не могли бы вы нам ее продемонстрировать? Эта скрипка сделана в городе Кремона, там, где работали все выдающиеся мастера, на скрипках которых играют по сей день все замечательные скрипачи. И мечтают о том, чтобы вот у них был инструмент Амальти, Стардивари, Гварнери. Это Камил Камелиус, который вот жил примерно в же время. Он жил в одно время с сыном Гварнери, Петром Гварнери. Вот они, значит, делали вот такие скрипки. Но, к сожалению, он рано умер, и поэтому инструментов немного оставил после себя. Но это один из этих экземпляров, который я очень люблю. Какие сложились у вас впечатления от Южноуральского госуниверситета? Хочется особенно сказать, что руководство вашего университета, видимо, которое устраивает такие концерты для студентов, это очень хорошая практика и очень хорошая традиция должна быть, чтобы не только люди выходили как односторонне образованные, вы и разносторонне образованные. И ваша компания телевизионная тоже уникальная, насколько я понимаю. Она одна в стране. Так что вам успехов, и дай Бог, чтобы вы вообще уже были такой компанией, которую можно в Санкт-Петербурге и в Москве посмотреть по телевизору. Будем смотреть. Очень приятно, что атмосфера такая. Ведь мы вчера были вот в этом институте, а сегодня у вас. И вот это отношение какое-то серьезное к классической музыке, к музыкантам, для меня было неожиданно, потому что я в Челябинске, по-моему, первый раз. И вот это отношение, что руководители и университета, и института, вот то, что Михаил Халонович сказал, что заботиться, это очень приятно. Потому что вы знаете, что с культурой происходят разные манипуляции. И вот то, что действительно такое к этому отношение, я думаю, что это залог какой-то духовной жизни молодежи. Понимаете, это очень важно. И нам это очень приятно заметить. Успехов вам. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирина Михайловна, Михаил Халонович, что пришли к нам в студию. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.